В 1820-х годах под руководством российского государственного деятеля Спиранского готовилась реформа нового управления Сибирью. И в 1822 году был принят законодательный акт Российской империи «Устав об управлении народцев», определивший систему управления коренными народами Сибири. Большинство его положений действовало вплоть до Февральской революции 1917 года. Устав был составлен Спиранским после его экспедиции для изучения состояния Сибири с помощью будущего декабриста Батенького. Устав разделял инородцев в рамках права Российской империи на оседлых, кочевых и бродячих и согласно этому разделению определял их административный и правовой статус. По уставу, у кочевников создавались родовые управы и степные думы, объединяющие группы родов. 27 января 1827 года Якутское областное управление объявило об учреждении степной думы. В феврале состоялись выборы главного родоначальника и временных заседателей от каждого семи улусов Якутской области. В состав степной думы вошли главный родоначальник, голова барагонского улуса Иван Мигалкин и временные заседатели, конголасский старшина Василий Попов, батурусский староста Иван Артемьев, намский староста Кузьма Прокопьев, дюксинский староста Петр Васильев, баягантайский староста Алексей Калининский и мигинский старшина Яков Березин. Степная дума была создана только в Якутском округе, в остальных округах, Вилюйском, Олекминском, Верхоянском и Среднеколымском, улусами ведали и народные управы. Дума вела демографический подсчет населения, раскладку сборов, распространяла навыки земледелия, народной промышленности и другие обязанности. Она была создана как комитет, получивший право заниматься только хозяйственными вопросами, лишенных судебных функций и обязанной подчиняться областному управлению и областному начальнику. В 1829 году Степная дума подняла вопрос об отправке депутации в Санкт-Петербург по случаю составления свода степных законов и для представления наказов населения Якутского округа. Общее собрание родоначальников семи улусов Якутской области избрало депутатами голову Батурусского улуса Григория Старостина и бывшего голову Конголасского улуса, старосту первого молжагарского наслега Николая Ракунова. Ходатайство заметно отличалось от предыдущих прошений Якутского Таяната. Если в конце XVIII века речь шла преимущественно о исаке и натуральных повинностях, то теперь на первый план встали вопросы денежного обращения, кредиты, рынок. Это было знаменем времени, так как товарно-денежные отношения стали играть уже более заметную роль в общей системе производственных отношений среди жителей Якутской области. В течение восьмыми лет шла борьба за отправление к императору депутации якутских родоначальников и борьба за осуществление программы, составленной еще в конце XVIII века и дополненной в 1830-х годах некоторыми требованиями. Она, так же же как борьба Сафрона Сыранова, Алексея Оржакова и их сторонников в конце XVIII века не увенчалась успехом. В 1835 году Якутское областное управление отклонило ходатайство вилюйских родоначальников открыть в их округе Степную Думу. Иркутский генерал-губернатор Броневский, лично ознакомившись в Якутске с положением дел, пришел к выводу, что существование Степной Думы в Якутском округе не только бесполезно, но и обременительно для якутов и предложил Якутскому областному правлению закрыть Якутскую Думу, которая незамедлительно 22 ноября 1838 года выполнила его. На этом закончилась деятельность Якутской Степной Думы, завершив движение якутских тайонов 1-3-19 века, начатое еще Сафроном Сырановым и Алексеем Оржаковым в конце XVIII столетия.